Олег Александрович Поскольку у нас сегодня тема Касается развития фермерского движения Хочу В нескольких словах рассказать о том Каким образом двигается ассоциация Народных фермеров Кубани Которая создана год назад Меня зовут Юра Константин Старистович Руководитель ассоциации Народных фермеров Кубани Несмотря на то, что У нас год Перечень вопросов, которые мы обсуждаем Он достаточно большой И то, что удается ассоциации Те или иные вопросы Которые годами не решались Удается решать с учетом того Что создан механизм взаимодействия Региональной ассоциации С федеральной ассоциацией Это имеет большое значение И поддержка Министерства сельского хозяйства В данном случае Она дает нам возможность Гораздо быстрее решать те вопросы Которые годами не решались В том числе, ну вот, допустим Текущая ситуация по росту топлива Расскажу просто, как у нас происходило Мы видим, что из месяца в месяц Повышается цена на топливо Понимаем, что реагировать как-то мы должны Моментально начинаем взаимодействовать С федеральной ассоциацией Федеральная ассоциация взаимодействия с Минсельхозом Ну вот, допустим, мы подключились в августе месяце Когда цена была уже в районе 80 рублей Напомню, что в июне цена была в районе 55 рублей Зато, соответственно, в сентябре месяце Она уже выросла до 100-110 тысяч И вот здесь, после того, как Министерство включилось И Дмитрий Николаевич положил ограничить экспортную цену Это важнейшая мера То есть, если бы это не сделать Правительство, да Но мы очень благодарны, что Минсельхоз К этому подключился И, пожалуйста, передайте наши слова Благодарности больше Соответственно, с того момента цена у нас в крае со 100-110 Она вернулась назад до 80 Но до предыдущих уровней она еще не дошла То есть, мы сейчас фактически оптовую цену видим В районе 80 рублей А именно с самим наличием объема? Наличие объема есть Есть вопрос в цене То есть, как только объем уменьшается Естественно, там цена вырастает Ну вот, пиковое значение мы имели там 100-110 тогда, когда биржевая цена была в районе 75 Соответственно, ассоциация позволяет многие вопросы Минуя разные процедуры, просто выводить сразу Допустим, подобные вопросы у нас были в части наших селекционеров Те, которые занимаются бочевым набором Они сегодня в зале И, ну вот, простой вопрос Он не лишался несколько лет И именно обхождение в ассоциацию и помощь из ассоциации Министерства сельского хозяйства Позволило просто брать, ну, как нам кажется, несправедливость И, наверное, недоразумение, которое было А заключалось в том, что у наших ребят прорывные гибриды В том числе и по столовой сетле В госсадкомиссию они не попадали тогда, когда в этом виде семян Были две нидерландские компании и одна японская Ни одна российская сетка Да, 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 да Там вопрос был в методиках и так далее Но мы, с учетом того, что вот такой хороший пример получился И, ну, убрали просто при подключении и ассоциации департамента селекции Семенова стагиевру Соответственно, все вопросы снялись, которые были в область недоразумения Соответственно, кроме этих вопросов, ну, достаточно много К которым мы подключаемся И я это все рассказываю к тому, что ассоциация является самым эффективным инструментом для того, чтобы быстро снять проблему, которая у бизнеса И получить то или иное решение У нас, кроме того, что мы взаимодействуем в рамках ассоциаций, между регионами взаимодействуем У нас стараемся развивать отношения с другими союзами И вот, к примеру, вопрос, который очень долго не решался Касаться передвижения габаритной сельскохозяйственной техники Это вопрос Минтранса был, вопрос МВД Много к нему подключался в течение лет Я лично в конце 2019 года пришелся к президенту Но каким-то образом получалось у Минтранса снимать просто те поручения, которые даются Говоря, что вот этот вопрос когда-то решится Я напомню, что позиция Минтранса и позиция МВД была Что прицепным на дорогах общего пользования делать нечего Наша позиция строилась, как же, зачем трактору и комбайну ехать Если он не имеет права прицепного агрегата с собой точить Соответственно, ну вот были большие, очень там, несколько томов переписок уже Но на текущий момент Минтранс согласился с тем Что прицепные агрегаты могут ездить по дорогам общего пользования Технически сейчас это решается, вышел новый порядок Он будет с марта 2024 года В котором есть возможность брать номер тягача Трактора или комбайна, ставить его на прицепной агрегат Для нас это принципиально важно, что мы не будем на прицепной агрегат получать разрешение Соответственно, и упрощения большие идут по разрешению Теперь в рамках этого разрешения будет выдаваться максимум на габарит Тягача и прицепного Один раз задается, и в рамках него можно будет менять и тягачи, и прицепные Конечно, это времени у нас, если соразмерить, сколько мы времени на это потратили В течение, ну, уже, наверное, трех лет Ну, и вроде получили там, с одной стороны, ответ на не на самый важный вопрос для аграрии Но тем не менее Вот работа в этом направлении, это же, ну, упрощает в целом И инвест-климат создает, и доступность делает гораздо большим предпринимателей к сельскому хозяйству Естественно, там все понимают, что штраф 200-400 тысяч за передвижение За то, что там трактор или комбайна не может по дороге проехать Ну, все поедут в таком случае То есть, условно говоря, когда ты понимаешь, что ты не можешь урожай выбрать из-за того, что мне дали разрешение В любом случае, поедешь То есть, ну, на местах это будет как-то решаться Но мы же за то, чтобы у нас система была такая Что она, ну, позволяет самостоятельно, без ручного управления это делать Но вот достаточно большое продвижение За год нашей работы в ассоциацию вступило более 100 предприятий Фермеров и тех или иных переработчиков У нас мы создали совет по селекции Семеновству, который стал уже, ну, в общем, межрегиональным И это хорошая практика, когда на базе какой-то региональной ассоциации В силу компетенции создается какой-то совет, который дальше, ну, просто лидер, допустим, находится в лето А дальше это из других регионов подключается Вот, к примеру, Андрей Юрьевич Бербродицкий сегодня присутствует у нас в вводе по совету Работу по закону в связи с вступлением закона о семеноводстве И принятии, ну, большого количества нормативных подзаконных актов Ну, больше 35 наших поправок были в итоге приняты Естественно, мы в рамках этой работы Естественно, в рамках, конечно, что-то получает, что-то не получается Но, во всяком случае, есть определенная позиция, где мы можем вести диалог Кроме этого, то, как сейчас организовывается работа ассоциации Позволяет нам, на мой взгляд, дает достаточно большое конкурентное преимущество Тем предприятиям, которые входят в состав ассоциации Поскольку любой вопрос коммерческий, он, во-первых, может Мы стараемся всегда оптимизировать для членов ассоциации Находить какие-то предложения, которые могут работать для всех членов И по цене их, и кроме этого, мы всегда имеем доступ к тому, как происходит в других регионах Вот аппарат ассоциации, мне хочется поблагодарить и Станислава Санкеева За то, как организована эта работа И за тот обмен информацией, который у нас идет внутри ассоциации Соответственно, на мой взгляд, потенциал достаточно большой И самое важное, что ассоциация на эту текущую, за короткий относительный период времени Уже становится такой площадкой, где могут обсуждаться и вырабатываться те или иные решения И, конечно, во многом здесь нужно поблагодарить Министерство и Станислава Хозяйства За то, что дает такую возможность Но и вместе мы, мне кажется, можем сделать это лучше и быстрее Спасибо, коллеги Вот коротко такой доклад по этой ассоциации Спасибо, очень активная ассоциация Очень активные как раз и семеноводы Друзья, давайте попробуем на дотиллу по первым день этим Да, о, спасибо Прекрасно, что этот день вы проводите вместе с нами Спасибо Мы учли все вот эти, как сказать, кровопитные моменты Как всегда должен быть компромисс, его мы достигли Да, согласен, по-моему Было жарко Помимо работы с законодательством мы взаимодействуем, в частности, с различными селекционерами Внутри Совета по селекции семеноводства народного фермера Я должен заметить, работа идет очень интересно, очень быстро Дело в том, что первая проблема, которая была решена, это мы друг друга не знали Все смотрят за рубеж, там специалисты есть Но у нас тоже есть, но надо работать, конечно, надо кооперироваться И эта работа идет в данный момент Оксана Николаевна, учли также Ваши пожелания Вот, не то, что пожелания, да, так скажем так Вы совет, так чуть сбоку, как нокдаун такой дали Когда сказали по, Вы сказали, нельзя селекцию вести без молекулярной генетики Тоже в этом направлении работаем И начали взаимодействовать, в том числе и по томату Вот, например, сейчас в проекте В мире нет нигде устойчивости томата, кто БРФ Такой опасный вирус, который заходит сейчас В России, слава богу, пока нет Все фитосанитарные службы на страже Но так или иначе, кто-нибудь завезет его, когда не будет Вот по ТБРФ активно начали проработку по кафтеории Мы со своей стороны от нашей компании готовы уже предоставить линейный материал Который так, по самым скромным подсчетам оценивается в 280 миллионов рублей И связались с компанией, которая может уже в российской компании по скрипте технологии сделать эту устойчивость План разработан на два года Единственное, никак не можем понять, где взять 180 миллионов рублей Все подсчитано, я четкую цифру назвал просто Вот если можно как-то повзаимодействовать с этим Причем Вот у нас с вами, значит, на этой неделе Председатель подписал новую ФНТП Изменение ФНТП, вот наша федеральная учительная техническая программа У нас там есть с вами программа по овощам По овощам у нас с вами, в отличие от других культур Ну, мало участников, вообще мало кто этим, в принципе, занимается Потому что, ну, может быть, там, денег меньше в этой отрасли, да Или, может, там, менее интересно Хотя, мне кажется, это очень интересно Вот у нас есть с вами там Гавриш, есть там Сидек, да Там несколько предприятий, которые, вот, наверное, будут участвовать в ФНТП Так давайте мы, ну, я насчет 108 миллионов, конечно, не уверена Это надо посчитать, как говорит президент внимательно А так, у нас есть с вами ФНТП ФНТП – это хороший инструмент Но насчет, как это, молекулярной генетики Я вот чуть не уверена, что, вот, это все-таки Пока мы используем еще классические и маркерные способы В принципе, этого пока нам достаточно Ну, вот, на мой взгляд, все остальное Это такое, ну, ближайшее будущее Но, мне кажется, пока мы посидим и так И все у нас будет хорошо С учетом наших ресурсов Поэтому, ну, ресурсов именно природных Поэтому здесь, вот, давайте в ФНТП В рамках ФНТП мы вас ждем, Андрей Вот на этой идее, все свершилось Представляете, как вот все удачно у нас с вами Прямо все, одно познамо, давайте Добрый день, я рад, что присутствую на таком мероприятии И мы представляем солнечную Чубашию Всегда рады гостям Это приборский физеральный округ, кто не знает Меня зовут Кузнецов Леонид Я представляю фермерские движения Чубашьей Республики Мы достаточно молодые Мы организовались 25 августа этого года У нас предстоит много задач И мы прислушиваемся мнению Ну, как у каждого региона свои нюансы, свои проблемы Поэтому я свое вступление из двух моментов Себе немножко рассказать, ну, я проблемы Предыдущие выступающие, наверное, наши вопросы и интересы будут схожими Но, тем не менее, у нас проблемы большие Наш кооператив «Лук Агро» в 2020 году получил по грант 20 миллионов рублей По программе материально-технической базы Мы благодарны правительству Чубашьей Республики Правительству Росфедерации, Министерство Фозу России Министерство Фозы Чубаши И, конечно же, для реализации инвестпроектов Нам очень сильно помогает Мы тесно взаимодействуем с нашими региональными филиалами Росфедерации с банком Поэтому спасибо огромное, кто нам помогает В реализации наших проектов Главный принцип нашего кооператива Это было благосостояние членов кооператива На сегодняшний день у нас 31 член кооператива Из них 25 фермеров и 6 личных подсозных хозяйств Все начинали наши члены с личных хозяйств И постепенно мы ей помогаем вывести до фермеров и сих хозяйств И тем самым они участвуют в разных программах Но чем занимается наш кооператив? Наш кооператив занимается лук-севком Лук-севок и такультура Которая сделала Чубашевскую республику И наш Батлорусский район Известный в России Так как на рынке продаж лук-севка делится на два типа Лук голландский и лук российский, он же чувашский лук Интересная такая информация У нас начало активных продаж с января по март-конец И в нашем муниципальном округе Где 35 тысяч жителей Со всех регионов абсолютно приезжают за лук-севком Лук-севок это посадочный материал Из которого в будущем получается лук-репчатый Есть интересные цифры Я не буду брать анализы 10 лет недавности Приведу за 22-й год Потребность лука-севка по территории России Это порядка 30-35 тысяч тонн в год Из них до 15 тысяч тонн заводится с Голландией И 15-16 тысяч В зависимости от погоды производством занят наш район Чувашская республика Остальные 5-6 тысяч тонн это Московская область Пенсинская, Самара, небольшие площади И доля импорта достигает На данный вид культуры Будет быть 10% Если на самом деле Однажды запретят Завоз лук-севка То в России И цены на лук-севка пойдут вверх Потому что 70% лука это двулетние луки Помимо нашего депротива В нашем районе 35 тысяч жителей 2 тысячи организаций Здесь и личное хозяйство И КФХ, и сельхоза Занимаются лук-севком Я ранее говорил Что у нас объемом 18 тысяч Доходит производство В зависимости от погодных условий В 2023 году Под лук-севком Было засеяно В районе полтора тысячи гектаров Это 80% В 80% площадей По всей России Есть крупное хозяйство Подмосковья Полтора тысячи гектаров В нашем районе Именно под лук-севком Это 8% от общей площадей По России Занимаются лук-севком Подмосковья Есть две компании Компания Лукоморья И топ-унион Голландская компания Сейчас активно начали заниматься Самарская область Бенза И Татарстан На небольшой площади Но полтора тысячи восемь процентов Это именно наша Чувашковая диструбика Теперь о проблемах Потребность в земном материале Чернушка Это порядка 100 тонн Ежегодно Если брать цены За килограмм Самые, скажем, минимальные Цены 2000 рублей за килограмм Мы Наш район 250 миллионов рублей Ежегодно Тратить На привычки Семного материала Я ранее говорил Что импорт продукции Доходит до 15 тысяч тонн Килограмм Голландского севка Стоит 100 рублей Минимум Теперь все это Множим на Наши деньги Семена Мы покупаем На миллион 250 Лук севок От того, что его не хватает Мы завозим Опять-таки его На миллиард рублей В общество В общество В оккупности 1,2-1,3 Миллиарда Рубрики Ежегодно Мы платим Голландия Германия Польша Молдавия Голландия Мы платим за то, что мы у них берем Луксивок А Польша Молдавия Италия Чехия Нам поставляют Семена Но не всегда Не всегда То, что приходит С Европы Качественные семена Лично в нашем хозяйстве Мы испытывали проблемы Пару лет назад Когда нам Красивый мешок Бумажный мешок 20 килограммов Семена Все Продвижены Протравленные И на выходе Мы получили не то, что нам надо было Потому что Туда по сути Даже полстакана Других Примесей добавить Все У нас исходник потерялся В итоге мы испытываем проблемы И в урожайности И в легкости И в товарности И луксивок Себя в конечном варианте Показывает Не как нормальный лук Лепчатый Пожалуйста, Николана В близких фермерах Очень высоки На самом деле Мы страдаем От того, что у нас нет семян Семян Лука и сивка Нет Как бы ни говорили Что Наша Федеральная научная Центра овощеводства Что у них 700 Видов лука Сивка в действии Но Знаете, кому они нужны Грубо Так и есть Потому что Не знаю Я не ввлекал В нюансы Но, видимо, размещают Заказы Они Реестры Вводят Сартановые Выводят Отчитались Вывели Молодцы Но И они не пользуются Популярностью Абсолютно На рынке луксивка Всего-то три вида лука Вот на нашем стенде Чувашной республики Вы можете все посетить Там лук всего представлен Это три вида Желтый вытянутый Красный вытянутый И Желтый круглый Все Не нужно изобретать Другие сортов Но Наверное, есть проблема В том, что Нет исходного материала И на наш взгляд Здесь нужно Как правильно Аккуратно сказать Федерального Центра овощеводства Дать Конкретное Получение Чтобы они Именно Совместно С фермерами А мы Мы-то знаем Что нам надо И какие Виды луков надо И именно Исходя из советских Опытов Юг России Самая благоприятная Зона Для производства Именно Семного материала Который мы Употребили Ежегодно Это только Мы говорим Про Чувашевскую Республику Мы не знаем Откуда берут Московские Самарские И остальные Регионы Мы уверены Они берут Также Из стран Западных Нам Нужны Индустриальные Сорта Длинного И нейтрального Дня лука Если говорить Вот сейчас Есть представители Движных регионов Там У них все Хорошо В плане Однолетних Лук Это Луки Короткие Дня Это гибриды Мы знаем Мы Как и против Ищем Предприятия Кто бы нам Помог У кого бы Мы бы Разместили Заказы У них Все неплохо В плане Однолетних Гибридов Но 7% Лука Это Дволетние И Чтобы Мы все Понимали Лук Короткого Дня Высеять У Московья И Наших Положек Витриарном Обруге Он не даст Тот Урожай Который нам Нужен Поэтому Нам нужна помощь Мы готовы Размещать Заказы Мы Нуждаемся В силном Материале Потому что Банки Налоговые службы Не ждут Платежей А когда нету Фундаментального Решения По силенному Материалу 23 год Сейчас Октябрь месяц А мы Фермеры Батеринского Муниципального Обруга Не знаем Где еще Купить Семьи На следующем Году Понимаете Вот И когда Ходит День вар Февраль И мы Лихорадно Смотрим Продолжение В телефоне Курс Евро Или Доллар Потому что Мы все Покупаем За доллар Или Евро И Строить Склады Современные С Климатом Покупать Технику При отсутствии Фундаментального Решения Крайне Рисковно Спасибо За внимание У меня Чувашия В принципе Начинает Ассоциируется С нишевыми Продукциями Потому что Сейчас мы Занимаемся Хмелем Чувашия И хмель Это вообще Мне кажется Такой бренд Чувашия Но сейчас У нас будет Локси Вок Тоже бренд Чувашия С точки зрения Самого решения Вопроса Мы Как я и сказала У нас есть Фентефлей Реально У нас нет Ну вот Я не видела По крайней мере Заботы Работы В этом направлении Есть хорошие Гибриды Они однолетние Все Я согласна Они пользуются Спросом Но они все Однолетние Которые Рассчитаны Преимущественно На южные На определенные Регионы Которые Как правило Находятся на юге Поэтому здесь Мы понимаем Что действительно У нас ситуация С цены на лук Она очень волатильная Как по всей Овощной группе Но у нас с вами Цена на лук В этом сезоне В прошедшем сезоне Который 1 июля Закончился У нас лук Как нубером сумасшедшим образом Там больше Процентов Было Отношение Цены Ко предыдущему Передущее Налогу Поэтому здесь Мы готовы Включаться В эту работу Но понимаете Просто Сделать заказ На семена Но так не получится Потому что Вы же сами сказали Что институты Это такие Свообразные Люди Люди Или Свообразная Сфера Деятельности Если дать Институту Научному заданию И дальше Не стоять рядом Не смотреть Не делать Вместе с ним Скорее всего Наверное Будет Не очень Хороший успех Ну то есть Не будет Я так думаю Поэтому сейчас В рамках НТП Мы переходим К тому Что у нас Институты Не могут быть Одни И заниматься Чем-то Вот они Захотели Когда спрашиваешь Институт Зачем ты Работаешь Над этим Гибридом Мам Говорит Просто так Ну потому что Нужно закрыть Действительно У нас отчеты Ну как Все понятно То есть Принцип работы Понятен Почему так Вот на как Не нравится Тоже Поэтому здесь Ну если Вам это нужно И нам это нужно Вам работать вместе То есть Вы тоже будете Там Поэтому здесь Сейчас Вот у нас НТП Принято По программам Это программа По овощам Ну тогда Вот раз Вы вышли С этим Вот у вас Значит Будет почетное право И обязанность Участвовать в МТП В качестве Заказчика И потребителей Ну только Может быть Ненаучного сотрудника Хотя И это тоже Возможно Понадобиться делать Потому что Надо принимать В этом участие В противном случае Вы не получите Результат И мы с вами тоже Поэтому здесь Вот я вас тоже Призываю Буду теперь Вот Теперь Ваши Не только Хмель Но и всего Я уверен Что нас ждет успех Всем здравствуйте Я Грюков Геннадий Михайлович Из Литвской области Дорогургский район Село Стрелец Я Аспирант Учусь Воронежским государством Ограрном университете Кафедра Семьогодения По совместительству И индивидуальный предприниматель Помимо того Что Сегодня Все такие вопросы Хочу Поблагодарить Наше государство За то У меня нету помощи То есть Развитие сельского хозяйства Нету инвестиций Нету помощи Какую помощь я получил Это я победитель конкурса Агростартап Просил я себе Более мощный трактор На какой не мог заработать Мне помогли Сегодня поднимался Также вопрос По поводу земельного кодекса Каждому фермеру Надо развиваться То есть Увеличить площадя Объемы А землю У фермера У более крупного Сельхозпорта Предприятия Получить невозможно Вот Помимо этого закона Я в этот закон попал То есть 60 гитаров земли Без торгов В этом году Получилось Оформить То есть У меня По поводу Работ По поводу Агрегатор Так как я Маленький Сельхозтовар Производитель В моем объеме Где-то около 200 гектар В основном Ну направлением Это овощеводство Борщевой набор Ну такая же проблема Как и у всех Продать и продать По хорошей цене Не получается Много сегодня Кто говорили Это вот Перекупщики Которых ждешь Сегодня они обещают Такую цену Завтра другую Приехать не могут Помимо того Что Нету Складских Помещений Проблемы Сейчас так же С людьми С рабочими Вот Услышал Про это Направление Агрегатора Которое Вот длится Вот Подал заявку На их сайте На их сайте Сначала Сразу Ответа не было Ну в общем У нас везде Надо быть настойчивым Стучаться Тогда только Можно Достучаться Ну в общем Позвонил На горячую линию Со мной связались Связались Также по телефону Узнали Какая продукция Продукция Ну с агрегатором Именно Я работаю По продукции Тыквы Почему тыквы Потому что Ну каждый Выбирает то Что ему Рентабельно выращивают Ну я вот Подсчитал По всем затратам Более рентабельно Выходят Тыквы На малых площадях С малыми затратами Созвонился Спросил Про какое количество Объема продукции В неделю Могу Поставлять По поводу Я отправил фотографии Ну конечно Были вопросы По фасовке Неудобно было Людям фасовать Для пупермаркета Нужно Маленькие Сетки Такие Неудобные Но все это Сделал Потер Все это С людьми Уладил Вопрос Все это Сделалось То есть Логистика Также была За ними Они сами Приезжали И помимо того Что нету У меня Хранилища Многую часть Я продал Ну так же Продукции Сполни Ну Вот самый Такой Какой Основной Вопрос Из всех Сказан Хотелось бы Конечно Чтобы Была Более Менее Цена Не различалась Так сильно Чтобы И В принципе Все удобно Работать Например С аббреватором Чего Короче Позитивное мнение По поводу Первый раз Первый год Первый сезон Фактически Пока все позитивно Надо развивать Поддерживаться Ну только Вот С ценовой А цена Какая-то Самая интересная То есть Все хорошо А цена Ну Например Цена От перекупщиков Которые закупали До этого Конечно Различается 4-5 рублей А 4-5 рублей То есть Перекупщики дороже Покупали Наоборот Дешевле Покупали Чем Агрегаты И еще Такие моменты Например Агростартап Запрашивают Также Продукцию Которую Я же Продаю Я же Никого Не обманю Ну и Все Прозрачно Видно Они переводят Деньги За ту продукцию Которую Я Читаю А что А класс Обезналов Да То есть Пока Все Физитивно Ориентируемся На Литвис Игорь Мы Ориентируемся На Литвис Что Понятно Решать Конструктивные Вопросы В такой Обстановке Спасена Очень Приятно Ну я Буду Краток Потому что Времени У нас Немного У меня Два Вопроса И Вопросы Касаются Всех Сельхозтоваропроизводителей Я надеюсь Большинство Вопросы Касающиеся Системы Налогов Обложения В прошлом Году Правительством Было Принято Постановление О повышении Придельного Лимита Упрощенной Системы Налогов Обложения До 200 Миллионов Рублей А Нас Сельхозтоваропроизводителей В этом Постановлении Забыли Почему-то Упомянуть О единых Сельхозтоваропроизводителям Примеряется Спецрежимом УСМ И Соответственно Вот такая Случилась Проблема Что Нам Молодым Развивающимся Растущим Предприятиям Постепенно Постепенно СН Снизил план До 60 Миллионов А УСМ До 200 Поднял И Здесь Миллионов Растущие Предприятия И Соответственно Здесь Создаются Предпосылки Уже Для Дробления Бизнеса Что И для Государства И для Честных Сельхозтоваропроизводителей Не очень Хорошо Соответственно Вот Такой Вопрос Это Один У меня Предложение Поднять План Соответственно Предельных Лимитов Ну Конечно Желать Можно Много Есть Желание До 400 Миллионов Поднять Ну Хотя Безконечный Процесс У нас Сейчас 760 Мы же Я сразу Давайте Отвечу Мы Тоже Обсуждали Этот вопрос Но Ключевой Тут Наверное Это Вопрос Минфин Контрагент Ключевой И тут Конечно Вот Такой Вопрос Вот 60 Дальше Выросли Вот Человек Вырос С 200 Молодец Дальше Ну Мне же Удобно Не хочу Я ничего Не хочу Платить Ничего Не хочу Давайте 400 А дальше Ну 400 И дальше Все же Растут Все молодцы Дальше Ну Дай Миллиарды Чего Ну Посижу Я еще И здесь Вот Это Будет Как Бесконечный Процесс То есть Нужно В какой То Минус Понять И Такая Бессмысленная Вот Она Такая Ну То есть Мы Не сможем Здесь Ничего Сделать Но В целом Для того Чтобы Условно Поднять До 200 Минсельхоз Не против Более того Она же Была Инициатива На которой Мы Писали Ну Что Минсельхоз Согласен С этим Движением Ну Дальше Вот У нас Это Там Где-то Потерялось В районе Каких-то Ведомств Поэтому Здесь Наверное Мы Готовы Минсельхоз Платить Ну Как Это Не А Вот Общественная Организация Может Поэтому Олег Это Я к тебе Обращаюсь Если Общественная Организация Может Можно Попробовать Повторить То есть Мы же Это Делали Мне кажется Это Делали Депутаты Госдумы Или Совет Федерации То есть Кто-то Из Палат Выходил С таким Предложением Поэтому Если Например У нас Ассоциация Подкрепится Еще Позиции Например Депутатов Или Сенаторов И выйдет С таким Предложением То Гипотетически Наверное После Марта Мы Сможем Более Активно Наставить Каком-то Движении Для Нас Чтобы Изменить Ступан На какое-то Время Надо Понимать Что Если Один раз У нас Получится Дальше Все Время Говорится Что Давайте Еще Еще Но Мы же Говорим Для малых Форум До той Поли Пока Мы Допустим Вопрос Нам Весь УСН Подняет До двухсот Ну и Нас Включаем В это Хорошо Да Это понятно Но Мы можем Наверное Попробовать С подачи Активно Общественное мнение Если будет Выражено Мы попробуем Еще раз Проработать Это Чтобы прийти К какому-то Положительному Речит Спасибо Спасибо Большое И второй Вопрос У меня Это противоречие Опять же По налогообложению Между Сельхоз Производствами Сельхозкооперативам И акционерам Общества Члены Производственного Сельхозкооператива При получении Выплаты Дивидендов Обязан Уплачивать С них НДФЛ Соответственно А в то время Акционерные Общества Не платят НДФЛ Нет Почему Это Конечно Плачут В обществе Так же Все Кто получает Дивиденды Платят налог На дивиденд Все равно Платят А вопрос В том Что у вас Кооператив У нас Почему-то Платит Единый Соцналог Вот это Не очень Понятно Почему И мы Тоже Пытались Этот вопрос Решить У нас Участники Кооператива Там Дивиденды Это Понятно Как НДФЛ Платится Это правильно Потому что Это доход Физического Лица Но почему Еще Платится За дохода Кооператива Участника Кооператива Еще Единый Соцналог Вот Наверное С этим Можно Поработать И это Мы как раз Обсуждали Что Вот тут Если Что Действительно Проще Достать ООО И Тогда Ты Просто Налог На дивиденды Платишь Прибыль Получил Заплатил Ну Соответственно Форма Кооперации Удобная И приходится Сейчас Входить С нее На ООО Я правильно Понимаю Что тут Не вопрос НДФЛ Аналог Платит Всех А вот Единый Соцналог Действительно У нас Есть Только Участников Кооператив Потому что Это Физические Лица Которые Работники Которые Платят Единый Соцналог Вот так Или Все-таки Что-то Другое У вас Ну В принципе И вот так Я говорю У нас Цемент Общественного Форма Не платят Здесь Деньга Ну Как Платится Налог Налог Это платится Все равно Доход Все равно Платится Налог Именно Производственный Да Почему Производственный Нет Почему Если Есть Прибыль Если У тебя Есть Прибыль Ты Ты должен Платить Налог Ну Как Ты получил Прибыль Ты должен Заплатить Налог Точно Так же Как Любое Юридическое Лицо Которое Получает Акционер Есть Ну Как Это С дивидендов Ты получил Доход Ты платишь Налог Все равно Все Платят Налог Даже Ну Как Собственно Другие Правы Тоже Платят Налог Разница Только В едином Сельхозналоге В едином Социальном Налоге Да Вот Это Ты получил Прибыль Ты должен Заплатить Точно Так же Как Например Те же самые У кого Деньги лежат На счетах Последние Деньги лежат На счетах Ты получил Ты платишь Тоже Потому что Это твоя Прибыль Так устроен Налог Обложение Государства Тут мы Вряд ли С этим Спорим А там Где Есть Разночтение Между Дополнительными Налогами Между Двумя Примерно Одинаковыми Формами Тут Можно Наверное Попробовать Спасибо Мы переходим К вопросам Мне кажется Половина Уже Устались Им уже Хочется Наверное Надо На вопрос Отвечать И пойдем Так Ты же уже А нам нужно Можно Микрофон Кто у нас Вряд Короткий Сразу Девушки Последний Ввиду Мы просто Налоги Затонули Здесь есть Важный Монет Многие Опасаются Что Есть решение Верховного Суда В котором В пользу Ставки 20 Суд высказался По поводу Суды Да И здесь Этот вопрос Он Достаточно Давно Существует Противоречие Между Налоговым Кодексом Постановлением 508 Я сразу Отвечу Что Мне Интересно Значит Мы Безусловно Есть Это Решение Верховного Суда И мы Как только Оно Появилось Начали Этим Вопросом Заниматься У нас Патушев Общался Сулан В целом Сулан Не против Поддержать Конкретизацию То есть Там Есть Нюансы В Нормативно Правовых Актах Которые Один Читают Так И Кому Как Удобно Так И Читают Плюс Еще Дополняется Это Решение Мы Проговорили Вопрос В Инфин В Инфин Готов Поддержать О том Чтобы Внести Изменения В Налоговый Кодекс И Установить Ставку 10% Плюс Соответственно К этому Вопросу Подключаются Репутации Назвонил Владимир Иванович Кашин Который Сказал Что Они Будут Выходить С этой Инициативой Поэтому Понятно Что Все Этим Узабочены Гипотетически У нас Нет Противоречий Просто Нужно Тут Вопрос Времени Когда Минфин Это зона Ответственности Минфина Когда Минфин Весет Изменение В Налоговый Кодекс Минфин Твердил Что Они Не против Это Вопрос Времени Потому Начались Уголовные Разбирательства По Этим Вопрос Мы Будем Стремиться К тому Чтобы Сделать Это Максимально Оперативно Потому Что Не Нам Не Налоговый Но Точно Эти Все Ситуации Которые Приведут К Негативу Для Нашего Бизнеса Не Нужны Это Просто Коллизия В законодательстве Это Не Злой Умысел Это Коллизия В законодательстве Которую Надо Устранить Вроде Все Согласны Мы Будем Стараться Сделать Максимально Оперативно Поселок Суси Ножу Уже Такое Было В 19 Году Проходили Ровно По Таким же Основанием Были Ровно Так Была Такая Позиция Смысл В чем В Жалобном Кодексе Написано Проедут Продовольственные Товары Суды Берут Постановление 908 И говорят Это У тебя Семь Обработано Протравлено Это Не Продовольственные Товары Это Потом Продовольственные Товары Один Выход Чтоб Либо Позиция Минфина В части Силоса Сенажа Позиция У нас Вроде бы Мы Я Говорю Потому что Есть Нюансики У нас Но Тут Вроде бы Сказали Что Все В одной Позиции Все Должны Идти К этой Ситуации Мы Должны Противоречию Устранить В пользу Сельхоз Товаропроизводителей Семенов Спасибо Девушка А потом Красноярский Кровик Можно На первом Треть Скорее Да Красноярск Вот Все Дучат Нам Поймать Нет Можно Акцент Николай Хотел Привлечь Ваше Внимание Продолжение следует Продолжение следует На Чехско-Ленинградской области Может На все Я не знаю Какое время Не охватывается Для того Чтобы построить Компостный двор Мы вот эту тему Обсуждали много раз И Это не вопрос Одного предприятия Гипотетически Компостный двор Надо строить На несколько Предприятий Мы даже Это обсуждали Как-то не странно Мне кажется С Магнитом Что Магнит Думал О том Чтобы Сделать Это Для Производителя Потому что Тоже Понимает Риск Того Что По России Могут У нас Быть Мюансики С тем Что Продолепост Примерно С Гипотетически Поэтому Получить Много Денег От Калининградской Области Чтобы Они Просто Построили Вам Компостный двор И Вы Потом На нем Жили Все Это Бизнес Нельзя Скаж Зайти Нам Денег А Потом Вам Все Рано Нужно С Учетом Надо Посчитать Будет ли Это Операционная Окупация Потому что Насколько Я Не Совсем Растенебод Но Темой Это Занималась И Получается Что Если У вас Нет Достаточного Объема Производства Шампиньонов А У вас Я Подозреваю Недостаточный Объем То Тогда Можно Например Потрать Субсидию На Создание Но Потом Дальше Вы Будете Вот Этот Компостный Двор Будет Постоянно Убыточен Операционно Потому что Ваших Объемов Будет Не Хватать Для Того Чтобы Его Загрузить И Чтобы Он Все Таки Ну Хотя Чем 15 Лет Окупился Пусть Будет 15 Лет Болг Поэтому Здесь Вопрос Я Найду Ваше Обращение Наверное Растенебоды Этим Занимались Подозреваю Что Такое Наверное Может Не Такое Ну Что Написали Скорее Сего А Может Не Написали Это Я Уточню Но Здесь Если Вы Хотите Сделать Что Бизнесовое То Не Так Что Государство Дай Денег И Дальше Спасите В Большом Или Неспасибо Тоже Нормально Дальше Как Небудь Мы Сами Разберемся Так Не Войдет Поэтому Если У нас Есть Понимание Что Это Окупация Окупация Операцион Мы Можем Вместе Чего Решить С Калининградской Области Но Если Это Операцион Окупаться Не Будет Значит Ну Значит Вот Калининградская Область Как По-другому Надо Завозить Шампиньоны Здесь Либо Это Бизнес Либо Наша Отрасль Мы Исходим Из Того Конечно Понятно Что Пришли Там Тоже Из Коммерческой Организации Все Но Мы Считаем Что Поэтому Здесь Мы Можем Посмотреть На Ситуацию Но Если Операцион Не Будет Окупаться Но Значит Нужно Искать Какие-то Другие Варианты Субсидия Просто На Создание Компостного Двора Здесь Не Поможет Это Мое Мнение В первом Приближении А Так Письмо Я Найдут Ты Совершенно Правда Но Нашего Объема Не Катает Что Нет Как Раз Компостного Двора Если Вы Увеличиваете Объем То Надо Смотреть Только Исключительно На Экономические Показатели Если Экономические Показатели Позволят Это Окупать Но Вопросов Нет Мы Подумаем Если Не Позволяют Значит Надо Искать Какой-то Вывод Но Как раз Так Говорит О том Что Нет Просто Индивидуальной Программы Для Этого Поэтому Я Говорю Просто Приведите Ваше Внимание Я Хотел Спросить Вот У Министерства И У Ассоциации А кто Такой Фермер То Когда Я Перейду Из Порога Фермер В Агрохоллинг Какие Критерии По Вашему Мнению Кто Субъект Данной Дискуссии Как Вы Считаете Нормально Общаемся А Философ Давайте Мы можем Знаете Восприятие Собственно Вот Ваше Собственное Восприятие У нас есть Например Ну При всем уважении Федор Иванович Например Вот В Краснодарском Крае У нас есть Фермеры Сколько у вас Тысяча гектар У фермеров Есть Да Ну Нормальные Такие Фермеры А например Для Ну И Федор Иванович А Например Ну Там Я не знаю Для Тулы Ну Или Для Владимира Это Будет Уже И опять же Вопрос Тут еще Многие Для себя Как определяют Это вопрос Мир поддержки Для малышей Есть отдельные Мир поддержки Но Конечно Они Ну Как это Дозированные В одни руку Да Если Ты вот уже Большой И тебе Ты еще Фермеров Ты чувствуешь Ся Фермеров Но Как-то Вот этой Дозированности Тебе уже Не хватает И ты Хочешь Уже Получить Чуть Побольше Чем Ну Все Такие Холдинги Там Доже Что-то Получают Ну Там Не Холдинги Холдинги Бог С ними Они Как раз Ничего Не получают А вот Средние И крупные Предприятия Которые Не в группе А сами По себе Вот Вы Чувствуете Вам Это Нужно Значит Вы Перестаете Ментально Быть Фермером Но Или Наоборот Вы Остаетесь Я же Не фермер Дай Побольше А так Ты Я Ментальный Фермер И Буду Говорить Выходить И Говорить Что Все У нас Плохо Как Всегда Все У нас Плохо Поэтому Здесь Знаете Не нужно Давать Определение Это Бессмысленно Потому Что У нас Очень Большая Страна Можно Делать Типы По Регионам Мы Тоже Сначала Например Ксюши По Азивским Территориям Тоже Сначала Думали Нам Нужно Делать Тип И Зачем А Потом Мы Поняли Что Можно Ее Сделать Нам Не Нужно Менять Людей Нам Как раз Нужно Сделать Так Чтобы Мы Перестроились И Чтобы Люди Были Если Не Счастливы Как Познает Хотя Довольны Поэтому Здесь Если Это Философский Вопрос Философский Вопрос Загляди Внутрь Себя Вот Вам Философский Альбом Спасибо Субтитры